И сразу отсюда же собственный вопрос. Обсуждал много фильм я с коллегами, не просто с журналистами, а с киноведами. И вопрос вот такой. Все интересуются, почему, собственно... Вопрос может быть сразу неприятный для тебя, я предупреждаю. Они спрашивают, почему в титрах фильма присутствует Алексей Герман-младший? Потому что у них ощущение, у моих коллег, что он не принимал участия в работе. Если не хочешь, можешь не отвечать. Ты знаешь, этот вопрос мне очень приятный. Так, хочешь что-то? Потому что, может быть, я и есть тот первый человек, который этому удивился. А, так ты тоже удивился? Я этот титр увидел сначала на афише, которую я успел изменить. По-моему, четвертым или пятым он упоминается. Да, ну где-то в начальных титрах, непосредственно после названия картины, и действительно главных спонсоров, или главных людей, которые заботились об этой картине в течение всех лет, идет потом на очень красивом изображении надпись «Особая благодарность Герману-младшему». Алексею Герману-младшему. Я удивился этому, но, как сказать, я все, что я мог сказать по этому поводу, я сказал. Когда кому? Непосредственно. А, непосредственно Алексею Алексеевичу. Да, Алексею Алексеевичу я сказал. Но поскольку эта история вышла из-под контроля не из-за того, что я сказал, а из-за того, что и ты, и в том числе, и твои друзья обратили на это внимание, я считаю, что здесь допущена какая-то такая, может быть, без злого умысла или без специального умысла оплошность. Дело в том, что, когда была панихида по Алексеевичу Герману, Леша, Алексей Алексеевич Герман, когда говорил, он сказал, что мы закончим картину. Я уже не помню, как мы или я, он сказал. Но он как-то это декларировал уже на панихиде, что мне уже тогда показалось странным, потому что, как бы, речь шла не о том, что мы закончим картину, а о том, что не стал Алексею Юрьевичу Герману. В дальнейшем я предлагал группе лучших специалистов, которые... Потому что кино было по существу готово. И нужно было только отобрать еще кое-какие дубли, соединить звук, да, проконтролировать цвет, то, что делал Юрий Викторович Клименко. Ну, собрать то, что называется. Для этого, конечно, Леша мог выступать в качестве советолога, чтобы помогать маме Свете. Но эта работа такая уже... Она должна была быть анонимной. Он все-таки сын Германа и... Наследник? Наследник, да. И это кино отца. Почему-то они так решили, что вот... Они это кто? Ты имеешь в виду мать? Семья. Семья, да. Я так думаю. Я никак не хочу в это вмешиваться, но я высказал свою точку зрения. Она не нашла поддержки, и этот титр остался. Поддержки в семье или в группе? Я, естественно, свои сомнения высказал сначала Алексею, Алексеевичу Герману-младшему, и высказал свои сомнения Светлане Игоревне Кормолите. Но это было принято как-то очень ревностно и не скрою с обидой. После этого я эту тему закрыл, поскольку я-то хотел как лучше. Извини, что я эту тему открыл. Нет, ну... Просто дело в том, что я ведь начал с того, что 14 лет снимал с этим. Было бы смешно, Женя, если бы эту тему открыл я. Раз ты меня спросил, ты просто наступил на больной мозоль того, чего мне тоже не нравится. Но бог с ними. К картине это имеет очень косвенное отношение. Нет, это имеет прямое отношение к картине, потому что ведь я начал именно с того, что 14 лет снималась картина. Вы все давали интервью, вы все этим жили. И Алексей Алексеевич, в общем, как-то в течение этих лет не фигурировал. Но он не должен был фигурировать. Если мне память не изменяет, поскольку я почти от первого кадра до последнего, с небольшими перерывами, когда меня нет в кадре, но Румата на протяжении всей картине в кадре. По-моему, он был на съемочной площадке за все эти годы пару раз. Он приезжал проведать маму, папу, но как гость, так же, как на съемочной площадке был Андрей Макаревич в Чехии, так же, как на съемочную площадку приезжала пару раз моя жена или какие-то мои другие друзья, не более того. Да, но Андрей и Ксения, они фигурируют в титрах. Нет, нет, я решил их вычеркнуть, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».